Как и все те, кого волнует тема продуктивности, саморазвития и биохакинга, я практиковал ранний подъем, холодный душ, выходил на солнце, медитировал, выполнял асаны, читал и делал суперполезный высокобелковый смузи перед тем, как приступить к своим делам. Я выполнял все, что рекомендовали Эндрю Губерман, Хэл Элротт, Брайан Джонсон и многие другие уважаемые люди. Это должно было наполнить меня энергией, настроить на продуктивный рабочий день. Но на деле это занимало все утро и к работе я приступал только к полудню. Я понимал, что что-то делаю не так, иногда отказывался от этой всей рутины и жил как обычный человек. Как и большинство людей я просыпался после того, как несколько раз переносил будильник, блистал в социальные сети и потом в суете, уже опаздывая, куда-то вставал с постели. Я ложился спать позже, чем хотел и, как следствие, просыпался позже, чем хотел. На медитацию, ведение дневника и другие практики, конечно же, времени не хватало. Что заставляло меня чувствовать постоянное чувство вины. Благодаря своей любознательности и нейробиологии я нашел информацию, благодаря которой я осознал, как быть эффективным с самого утра, как войти в состояние потока и не потратить самые эффективные для работы мозга часы на подготовку к работе. Почему мы вообще практикуем утреннюю рутину? Просто об этом все говорят, но мало кто понимает. Изучая образ жизни известных людей, основателей и крупнейших стартапов, я не видел ничего подобного. Никто из них не заморачивается по поводу утренней рутины. Они просыпаются и сразу же принимаются за то дело, которым горят. И я тоже пробовал так делать. Включал режим монаха, закрывался в своей комнате и с самого утра приступал к работе. И это действительно работает и позволяет быстро погрузиться в состояние потока. Утренняя рутина призвана добиться того же результата. Например, холодный душ поднимает уровень дофамина на 250% в течение двух часов после него. что играет ключевую роль в улучшении концентрации и достижении состояния потока. Медитация помогает сосредоточить внимание на текущем моменте и улучшить саморегуляцию. А это является ключом к достижению состояния потока. Введение дневника помогает прояснить цели, а четкие цели запускают поток. Все эти действия нацелены на одно и то же. Увеличить склонность к достижению состояния потока. Они повышают шансы того, что мы попадем в это состояние в течение дня, что увеличит нашу продуктивность и ощущение счастья. Можно заключить, что цель утренней рутины – увеличить склонность к потоку. Но вот в чем проблема. Когда ты просыпаешься утром и приступаешь к своим биохакерским практикам, у тебя естественным образом включается состояние потока. И это происходит по двум причинам. Первая заключается в том, что когда ты просыпаешься, у тебя самая низкая когнитивная нагрузка. Это похоже на оперативную память в компьютере. Дело в том, что мы еще ничего не загрузили в наше сознание. Чем меньше у нас когнитивная нагрузка, тем легче нам получить доступ к потоку. И вторая заключается в том, что во время пробуждения твои мозговые волны близки к состоянию потока. Нейроэлектрическая сигнатура или мозговые волны, связанные с состоянием потока, находятся недалеко от тета и дельта волн, которые являются мозговыми волнами сна. В этом и заключается ключ к плавному переходу из состояния сна в состояние потока. Так что же это значит для твоей утренней рутины? Учитывая, что склонность к потоку после пробуждения максимальна, ты же не хочешь потратить то состояние, к которому ты стремился и которое тебе просто так дарит биология, на выполнение утренней рутины. Биохакеры просыпаются и растрачивают состояние потока на сложную рутину, которая как бы должна привести их к этому состоянию. Как-то странно получается. В то время как люди типа миллиардеров просыпаются и сразу же погружаются в самые приоритетные задачи и попадают в состояние потока. Многие из тех, кто с раннего утра погружаются в работу, хоть и показывают высокую продуктивность, часто страдают от излишнего веса, испорченных отношений, стресса и выгорания. Получается, что просыпаться и сразу же погружаться в работу тоже не самая лучшая идея. Дело в том, что поток не бинарное состояние. Это не то же самое, что переключатель света, который можно просто включить или выключить. Существует цикл из четырех фаз и самое важное из них это фаза восстановления. Создание состояния потока обходится мозгу дорого. Здесь задействовано множество нейрохимических процессов. И поскольку ты легко можешь использовать много энергии в потоке, тебе необходимо уметь восстанавливаться, чтобы снова получить к нему доступ. Так что неудивительно, почему фанатичные трудоголики выгорают. У них постоянно нет времени прийти в себя. Когда дело касается восстановления, биохакеры всем утирают нос. У них это получается замечательно. Их тщательно продуманная утренняя рутина это действительно эффективные протоколы восстановления. Таким образом мы хотим избежать ошибок с обеих сторон. Биохакеры блокируют поток, которым их естественным образом награждает биология своими сложными ритуалами. А трудоголики не совершают никаких сложных процедур для того, чтобы восстановиться и выгорают. Основываясь на научных исследованиях и личном опыте, можно с уверенностью сказать, что между биохакерами и трудоголиками есть золотая середина. И для этого нам необходимо выполнить пару шагов. Первое, что нужно сделать, это внедрить практику «проснись и действуй». Так что вместо сложной рутины проснись и сразу же погрузи свою самую приоритетную задачу. Не через час, не даже через 10 или 15 минут. Речь идет о 60-90 секундах после того, как ты откроешь глаза. Когда ты еще наполовину спишь и твои мозговые волны близки к тета или дельта волнам. Сначала тебе будет нелегко, но примерно через 15 минут ты погрузишься в поток и окончательно проснешься. Затем после рабочего процесса в течение 1-3 часов, ты можешь заняться любыми делами, которые ты любишь и которые позволят тебе чувствовать себя комфортно в течение всего оставшегося дня. Вода с лимоном, ассаны, терапия красным светом, холодный душ и все, что ты любишь. По сути мы перевернули привычный биохакерский распорядок. Сначала работай, потом восстанавливайся, но не наоборот. И никогда не пропускай восстановление. Эффективность этого подхода подтверждается научными исследованиями и личной практикой. Так что это идеальное сочетание того, чему нас учат биохакеры и успешные предприниматели и решает проблему утренней рутины. Мы используем естественный период склонности к потоку, который нам дарит наша биология. Затем восстанавливаемся и повышаем склонность к потоку до конца дня. И еще пару советов, которые необходимо выполнить для следования данному протоколу. Первый. Подготовься заранее. Тебе нужно подробно расписать задачу накануне вечером, чтобы не тратить время на выяснение того, с чего стоит начать, когда проснешься. И второе. Убедись, что ты выделил достаточное количество времени, чтобы по-настоящему проработать этот длительный блок потока. Это должны быть от 1 до 3 часов высокоприоритетной работы. А теперь я призываю тебя заняться этим прямо завтра утром. А это значит, что сегодня вечером тебе необходимо подготовить себе задание. Подготовь любую высокоприоритетную работу, которую ты собираешься сделать завтра первым делом. Точно определи, что именно тебе нужно для того, чтобы выполнить эту задачу. И подготовь все необходимое, чтобы двигаться без препятствий. А завтра, как только ты проснешься, в идеале через 60, максимум 90 секунд после того, как откроешь глаза, приступай к этой задаче. И ты обнаружишь, что легко и быстро окажешься в состоянии потока. Прокатись на этой волне в течение 2-3 часов. Затем выполни процедуру перезагрузки, чтобы восстановиться и увеличить склонность к потоку до конца дня. Продолжение следует...